Добрый вечер, дорогие телезрители! Пятница, 20.40 и в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которая после праздничных всех мероприятий возвращается в обычный рабочий режим. И так получилось, что я из среды тех, которые могут назвать себя нон-конформистами. Если есть какие-то там министриновые учреждения, то мы привыкли, скажем так, работать с вещами, которые принято называть альтернативными. И о проекте альтернативного полюса холода мы бы хотели сегодня поговорить с нашей замечательной, подготовленной, квалифицированной, компетентной аудиторией, среди которых мои старые друзья. Мы начинаем. Ну, называя вещи своими именами, в первую очередь я адресую этого адреса Вячеслава Георгиевича Чайпатьева, который, что называется, 16 собак сил в части туризма. Вообще Якутия позиционирует себя как некий центр холода, столица холода, возможно. Очень часто звучат вещи о том, что холод нужно монетизировать, монетизировать чуть ли не в различных аспектах. Добавить криптовалюту, делать какие-то крио-хранилища. Все это понятно. Но есть аспект еще туризма, как показывает практика, люди очень охотно ведутся на то, чтобы, скажем так, ну, делать самый холодный марафон. Это самая простая, скажем, самый простой пример. Как еще можно зарабатывать на холоде, ну, в части туризма? Это вопрос ко мне. Да. Еще раз говорю, вы 16 в акции. Да. Ну, в этом году вы исполняете 30 лет, как я занимаюсь туризмом в Якутии. С юбилеем. Да, спасибо. В августе будете. Вот. Как зарабатывать на холоде? Это очень просто. Просто очень много в мире существует людей, которые хотят прославиться и доказать себе, что они не слабые ребята, что они крутые ребята, что им все по силам. Вот, по силам. И именно такие люди начинают посещать самые жаркие места, самые холодные точки, самые глубокие там погружения и так далее и тому подобное. Но никогда для этих людей не предлагалось поймать самую низкую температуру. Это впервые прозвучало вот в нашем проекте, чтобы эти люди, крутые ребята, да, поймали самую низкую температуру. Потому что те туристы, которые приезжают на полюс холода, не факт, что они эту самую низкую температуру поймают. Потому что они приезжают ограниченное количество времени, всего там недели или 10 дней. И какая температура там выпадет, неизвестно. То ли это будет минус 50, то ли это будет минус 30. И многие из этих туристов приезжают разочарованы, уезжают вернее, что они эту температуру не поймали и не сказали, что я вот ощутил на себе минус 60 градусов. А наш проект заточен именно на то, чтобы эти люди приехали и поймали самую низкую температуру. Поэтому проводится достаточно большая подготовительная работа определить самый холодный период в году. И найти самые холодные точки по рекомендациям ученых, где эти замеры будут производиться. Чтобы эти люди гарантированно поймали самую низкую температуру. И не факт, что это будет Аймекон, и не факт, что это будет Верхоянск. И не факт, что это будет не в Антарктиде. Потому что флотилии, которые снают с берегов Чили и так далее, они же в принципе минус 87. Самая рекордная температура со спутника была поймана 93. 93 в Антарктиде. Она правда обсуждается, но такая цифра звучала. Я тоже не слышал вообще, отслеживая, скажем так, те тренды в СМИ и так далее, не слышал, что там построили туристическую базу, на которой приезжают какие-то миллионеры-миллиардеры. Нет, на самом деле действительно в Антарктиду приезжают миллионеры-миллиардеры. Они пытаются, значит, там пройти, зафиксировать, что они были в Антарктиде. Но вы понимаете, Антарктида это необитаемый материк. Это все равно, что слетать на Луну, там еще ниже температура. Понимаете, вот, поэтому то, что там человек попал в Антарктиду и поймал он эту температуру или нет, фактов таких, что там конкретно там Вася Пупкин зафиксировал температуру минус 89, нету таких. А в нашем проекте это возможно появиться, что люди зафиксируют самую низкую температуру в обитаемой части Земли. Именно обитаемая часть Земли. Якутия относится именно к этому. Обитаемая часть Земли. Мы так позиционируем этот проект. Я так понимаю, здесь очень сильно Верхоянское лобби, которое не смирилось с тем, что, кстати, усилиями того же Вячеслава Георгиевича, в сеть 30 лет, Аймекон культивировался как полис холода. Ну, согласись. Нет, ну, я просто работаю по запросам клиентов. Я не виноват в том, что запросов клиентов больше на Аймекон, чем на Верхоянск. И это, кстати, проигрыш Верхоянск, что они не продвигали себя так активно, как Аймекон. Хотя могли спокойно, у них все данные для этого есть. Ну, просто вот они упустили эту пальму перенца по продвижению. И рыночные законы никто отменял, кто больше всех продвигал, тот, так сказать, и получил коммерческие выгоды от этого проекта. Вот Аймекон больше всех и получил туристов. Ну, нынче Верхоянцы мобилизовались, подтянули, скажем так, лучшие силы, я так понимаю, да? Девушку замечательную, у солданской фамилии. Да, мой прадец, солданская фамилия. Участник обвитов блогеров, которые победители даже. Победители. Да. Тактика ваша какова? Ну, вообще, нас собрала Феодосия Васильевна Габышева. О, вообще, все, тяжелую артиллерию подключили, понеслась, значит. И тут, в принципе, ей большая благодарность, потому что нас координировать, и центровой какой-то фагман, это она. И люди, соответственно, как вы сказали, сейчас у нас очень хорошие научные сотрудники есть. И вообще мы копаем очень глубоко. Батвально? Фактлера, да. Фактлера, этнос, наука, все в одном комплексе. Это выполняется 150 лет с начала метеоисследований в городе Верхоянске, которые проводил Иван Александрович Худяков, автор первой монографии о якутах вообще, Верхоянского сборника. 150 лет назад именно начались такие вот именно научные исследования. Худяков был членом РГО, оказывается. Мы отметили это событие в фестивале «Полюс» Холода мира. Да. Верхоянский центр Холода мира. Не дайте не перевернуть. Такая позиция была. В начале апреля мы отметили 150 лет теме метеоисследований. И, соответственно, там был дан старт проекту «Покорители холода». Также в Российской олимпиаде для детей с ОВЗ, специальная олимпиада для детей с ОВЗ, так скажем так. А я вообще вот хочу сказать, что, в принципе, тут и Верхоянский район, да, и Аймеконский район, они могут, соответственно, это же два бренда, да, соответственно. Мы тут разделять особо, наверное, не будем. Но самое главное это пользоваться для всей Якутии. Это преимущество, какое будет, если мы сейчас этот проект запустим, да, вот, Вячеслав Георгиевич согласится, наверное, со мной, какой бренд будет именно для всей Якутии? Нет, конечно, в первую очередь звучит, что туристы едут в Якутию. Они не конкретно там Верхоянский район или Аймеконский, да, они конкретно едут в Якутию. Проект будет рисундуликанский. Мы не акцентируем внимание на то, чтобы там пальма первенства принадлежала именно такому. Мы так пока делиться будем, наверное, упустим. Мы не хотим акцентировать на этом, как бы, да, мы хотим просто, как бы, для продвижения имиджа Луса, для активизации, скажем так, чего? Интереса. Интереса, именно что, именно что. Я вообще узнал, что Худяков, да, вот, когда собирал, который у нас в ссылке был, сколько сказок он собрал? 26, да, что-то такое, сборник сказок. И вот, в том числе, Биберикан и Мясин с Пятью коровами. Который, да, ну вот недавно же был фильм. Выходцы сказок могут от нас быть. Нет, я не думал, Биберикан это продукт чисто такой центральный. Нет, простите, это сказка была записана. Я читал, я видел. Ага, вот начинается, вот начинается, да. Имеющие глаза, имеющие уши, да, имеющие уши, да, услышат, но все мы помним 20-летний спор. 20-летний спор, когда... Между Верхоянскими и Амиконом. Да, между Верхоянскими и Амиконом, да, когда Амикон говорил, нет, у нас товарищ Обручев проводил исследование, минус 72, все, наша точка забита, да. И тут же сразу был слышен, был слышен голос Верхоянцев, которые говорили, а у нас не менее низкое. Да, и Росгидромет в лице Александра Бедрицкого считает Верхоянск вот именно, ну как сказать, скажите, пожалуйста. Официально зарегистрировано. Местом, где официально именно зарегистрирована самая низкая планета, ой, температура на планете. Вот идея по поиску полюсуходов появилась у меня как раз из-за этих двух противоречий, да. Верхоянск зафиксировал температуру, прибором зафиксировал, термометром, минус 67,8 градуса. А Амикон, опять же, термометром зафиксировал температуру минус 67,7, то есть разница 0,1. Нет, а как же минус 72? Стоп, 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 я докончу. Значит, разница 0,1 градуса. Это Обручев, Обручев добавил постоянную температуру, потому что он когда замерял температуру в Тамторе и Амиконе, все время Амикон показывал ниже температуру. На сколько там посчитать, 71,2 минус 67,8, сколько там будет, 3,4, по-моему, да. Там вот эта константа постоянно всегда присутствовала. И когда в Тамторе он зафиксировал 67, да, он просто добавил константу и вывел 71,2. И он об этом так и пишет, что он просто добавил температуру на эту константу. Но термометр это не фиксировал, 71,2, понимаете? Из-за этого идет спор. Там приборно зафиксировали, а здесь не зафиксировали. Но разница 0,1. И когда приехали мои метеорологи немцы в Амикон, которых я привез, и когда они решили замерить температуру одновременно в нескольких точках Амикона, и выяснилось, что разница в самом Амиконе на 3 градуса, на 3, не на 0,1. И тогда я подумал, е-мое. В смысле теплее? Разница колебательная. Просто, допустим, 57, допустим, в одной точке Амикона 51, а в другой точке минус 54. Понимаете? То есть разница в самом Амиконе на 3 градуса расходится. О чем спор-то на 0,1, понимаете? Я тогда подумал, а если зафиксировать температуру, попробовать не в самой Амиконе, не в самом Верхоянске, а в других соседних долинах и так далее и тому подобное, там же еще ниже может температуру поймать. По исследованию температуры, это вообще будет научно, с научной точки зрения очень большое продвижение. Да, потому что появится карта более-менее подробная. Потому что мы все оперируем данными, которые проводились с метеостанций. А их всего у нас в республике, вот в Верхоянском и Миконском районе, по-моему, не больше 10. Вот в двух этих районах, в двух наших воссах, всего лишь 10 метеостанций. А площадь-то огромная. Там в других местах вообще не проводились исследования. А может быть там как раз полисходы и есть. А может сами туристы станут частью вот этих исследований? Да, какой-нибудь Джон Смит приедет и фиксирует. Они и будут фиксировать. Да. И его имя, да, там присутствует. Но тут же встает вопрос сертификации о том, что вот... Совершенно верно. Совершенно верно. То есть человек, который поймает самую низкую температуру... Официально. Официально. Согласно всем регламентам. Естественно. Он получит сертификат, что он получил самую низкую температуру на Земле в этом году. Обитаемой части. Обитаемой части. Давайте мы... Первая часть у нас завершается вот на материологических таких вещах. И еще раз от Вячеслава Георгиевича мы услышали, что людям предлагается официально поймать и сертифицировать самую низкую температуру в обитаемой части нашего света. Я на самом деле обожаю такие вещи, когда говорят, это не один, это два. В первой части мы услышали о том, что один из корифеев туризма, въездного туризма в республике, Вячеслав Ипатьев, наконец-то признался в том, что Аймекон, он обрабатывал, скажем так, не по своей, не по зову души, а по требованиям клиентов, которые, ну как известно, приносят доход и приносят заказы. Но вторая часть будет называться, еще раз, в первой же части мы услышали о том, что верхоянская общественность, она мобилизовалась и после того, как свои ряды заполучили Вячеслава Георгиевича, решили по очень тяжелому, еще раз, привлечением очень тяжелой артиллерии в виде Федосии Габышевой, начать полномасштабное наступление на Аймекон. Наталья сидит и слушает, да, потому что, ну, позиция Минпреда, она очень хорошая, была неоднократно озвучена, я лично вот так вот сидел с вашим шефом, Сириной Сергеевной, и Ирина Сергеевна говорила, все, Аймекон, это по части туризма, это мы будем вкладывать в Аймекон, ну, мы очень любим Аймеконцев, мы очень любим руководство Аймеконского улуса, говорила, да. Еще раз, поехали они до города Верхоянск. Этой весной, еще раз, вот вы говорите, что клиенты бывали очень недовольны тем, что им не удалось поймать. Они же катаются туда в апреле. Бывает и такое, да. Их катают в марте, в апреле. Все вот эти ралли полюс холода, бла-бла-бла и так далее, это все уже более удобоваримые температуры. Да, совершенно верно, да. Лишь бы что по дороге не случилось, потому что трасса Колыба это все-таки большое испытание. Не дай бог там минус 60 что-нибудь сломается, да, и все, получает 4 минимума трупа. Давайте называть вещи своими именами. Это правильно, это правильно. Да, в этом отношении они берут самого северного африканца в мире, Марка Бабатунды, и дружно взявших за руки, опять же в марте, в апреле, в начале апреля даже, едут до города Верхоянск, где почуют Марка Строганина и прочим, и все это дело выкладывают на всеобщее обозрение. А идея была Ульяна Алексеевна Вилокуровой. Еще один, скажем так, авторитет. Вообще какой-то авторитарный подход у вас, товарищ Верхоянск. Нет, скажем, не авторитарный, а скорее более... Такой десант был сильный, скажем. Ну, глобальный. Шаманда была сильная. Давайте послушаем Марка. Все-таки со стороны... Я вообще не слышал, кстати, как у него... Да, Марк, впечатление о твоем вот этом трипе, да, славный город Верхоянск. Город Верхоянск. У меня первый раз поедем вот так далеко. Я всегда хочу поедем, где холодно. Я люблю холодно, поэтому я всегда хотела поедем. Куда вообще холодно? Но меня... Они меня приглашают в Верхоянск. Почему? Конечно, я хочу поедем на Верхоянск. Первый раз я с Батагай, с самолета выходил, и я думаю, вау, здесь точно это самое холодное в мире. Потому что там, я чувствую это, не как в Покровске, где я живу, там уже все другие, а дорога сразу видно, что там уже другой вид, гора, там более красиво, можно так говорить, да, до города Верхоянс. И много там видел, думаю, это точно, это экстремально, это точно, это холодное место. А в Покровске, значит, это почти Африка, да? Цивилизация. А в Сусе машин много? В Покровске машин точно не вот так много, но в Покровске это более, как, город вот так не видно. Урбанистично? Не знаю, сильно вот так и говори, но... Более, 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 более цивилизованно. Да, более. А там ходить пришлось? В Покровске тоже, но они разные. Они разные? Чувства. Как Марк сказал, самая главная у нас фишка, да, в Вишлагер Юсь, это экстремальный. И в чем, Марк, в чем был экстрим, кроме как поедание жеребятина? Ну, вы же занимаетесь коневодством? Мы поймаем, гора, да? Гора. Киселях, да. Это очень экстремально. Мы поймаем, по-дети на два часа до вверх, и на буран, очень, это точно экстремально. Это классно. Ну, классно, это хорошо. Но долго стоял на дороге, думаю, когда наверх буду, опять дальше, опять остановишься, опять дальше. Но очень красиво там. Очень красиво. Меня как практикующего туриста, я сам тоже турист, да, но такой, достаточно экстремальный, Георгий знает, всегда интересовала экипировка для приезжих. Я видел ваши фотографии, видел ваше видео, где в традиционной якутской одежде, да, вот где меха достаточно хорошо в виде парки там укутывает лицо и так далее. Как вы относитесь, что бы вы посоветовали приезжающим туристам в качестве экипировки? Или полностью довериться местным? Или что-то подобрать свое, типа там альпинистское и так далее? Нет, я думаю, конечно, надо доверять людям, которые здесь, которые, потому что здесь холодно. Если холодно, если ты хочу, чувствуешь это холодно, если просто приезжают, тебя не знают, ты не знаешь местные, как они делают, как они живут, как они кушают. Ты просто приезжай, как турист, поедешь в Оркайянск, я думаю, это опасно. Но надо, если у тебя есть люди, которые местные, которые уже знают, что надо одевать, что надо кушать, что надо делать, будет более интересно. Хорошие гиды, да? Я просто представляю, скажем так, поездочку в киселях, в ботиночках Соломон, да? В курточке Red Fox. Нет, ну вам... Это, по-моему, тот еще экстрим будет с ампутацией и прочими, да? Да, да. Тут экипировка играет большую роль. Унты же вам одевали? Нет, сейчас он в апреле ездил, так что там унты особо не надо. Особо нет, да? Там температура, в принципе, такая была. Ну, ясно. Если бы в январе Марк приехал, то, соответственно, я бы ему нашел бы какие-то... А-а-а. Да, все очень... Софткор практикуете, да, все-таки? Софткор. Поэтому, я скажу, надо местные. Нет, если приезжать, с Иеропа приезжает твой, ты думал, там это очень теплые ботинки, а здесь в якутске это не помогает. Много видео так. Надо тебя унти или что там в якутске, чем одежда. Марк, еще одна, еще один такой стереотип есть такой, что наша кухня, она уникальная и все должны пробовать и так далее. Но как быть, если, допустим, мои религиозные, какие-то принципиальные подходы не позволяют есть ту же конину? Вегетариан. Давай, вот этот подход. Ваша права. Или если вегетариан? Не обязательно, если тебе хочу, попробуй. Но если твоя религия, он против, ну а почему попробуй? Но если религия, я не думаю, какой лошадка, какой религия... У нас, кстати, был же такой человек. Я не думаю, какой религия, какой лошадка, можно попробовать, почему рыба. Я не думаю, какой религия, против, можно кушать, не сувеник. А вот именно мороженая рыба, вот строганина, в принципе, вы же пробовали? Да. Понравилось? Ему понравилось. Очень-очень вкусно. Но самое, наверное, печень даже не горит. Но печень, конечно, оставила неизгладимое впечатление. Первый раз попробую, вот, на... Печень? А неизгладимое. Печень. А что, у Лоханани по кросске не... Есть, что ли, печень не может быть? Есть, но я вот так... Я тоже не... Там нету верхоянской лошадки. Ешь, но я с сыном вот так не... А, пошли попробуем. Нет, я просто виду. О, смотри, люди кушают. О, вкусно, да, вкусно. А ладно, я... Потому что я, это свежее мясо, как... Сурое, можно вот так говорить, это сурое мясо. Просто на мой мозг вот так крутит, это сурое мясо, как можно... Сурое мясо просто так кушать. Ну, попробуй, нормально. А здесь Гаврил насел, да? Надо попробовать, надо попробовать. А я тебе сказали, мы тебя не выпустим, пока не съешь. Он и куроблазку первый раз в жизни попробовал. Я хочу пойти против некоторых принципов. И товарищи организаторы, вы заставляли его... Да что ли? Пробовать? Нет, конечно же, нет. Нет, конечно. То без чего строгани на это деньги на ветер. Нет, я и сам не пьющий, и, соответственно, товарища своему... Водку не предлагали? Нет, конечно. Не предлагали, не наливали. Конечно, водка поедем. О, это точно деньги на ветер, товарищи. Дегустация была не полной. Да, дегустация, скажем так, была не полной. То есть январь, унты, малаха или что-нибудь подобное, и обязательно водка. То есть, на самом деле, еще раз, вот эти стереотипы работают. Они работают. То есть, если приезжаешь, вот как работает то же Старство Вечно Мерзлоты, да? Ледяные вот эти чарки там. Работает же, работает. Люди платят деньги там по 500, по 1000 рублей за то, чтобы сфотографироваться вот с этими вещами. Предлагаешь, это тоже внести в программу? Да, конечно. Любой метод, любой прием, который не претит религии. Вера Веринга, которая, надеюсь, пока... Ну, кумыс тот же, алсамый алкоголь же. Ну, он как бы считается национальный, барханый, естественно, да. Кумыс пробовал, кстати. Да. Нормально? Нормально. Приезжали сингапурцы, которые говорили, вот это свинина или нет? Ну да. Да, ну там понятно, там мусульманская очень сильная. Перейдем к официозу. После неофициоза, Наталья, как жителю юга Якутии, вот как вам налаживание туристского потенциала северных регионов? Вы знаете, на самом деле у Якутии огромный потенциал. Это ни для кого не секрет. Меня несколько пугает вот это противопоставление Аймекона, Верхоянску. Почему у игроков нашего туристического рынка сегодня абсолютно разнонаправленные стратегии? Ведь наша ключевая задача обеспечить общий трафик туристов на нашей территории. И если мы смотрим в этой рамке, то проект «Покорители холода» является достаточно прорывным. Он обеспечивает консолидацию всех усилий вокруг истории, направленной на брендирование вообще холода. Нам абсолютно не важно, где будет зафиксирована самая низкая температура. Нам важно, что... А удобнее было где-нибудь в Майе, да? В селе Майе. Удобнее. Дело в том, что нам в принципе не важно. И здесь не стоит вопрос об удобстве или неудобстве, где будет зафиксирована эта низкая температура. Важно сегодня позиционировать республику и правильно укладывать вот этот бренд холода в это позиционирование. На самом деле мы провели достаточное количество фокус-групп, очень много исследований для того, чтобы выявить, что привлекает туристов в Якутии. И холод оказался на первом месте. Мы сегодня ассоциируемся с холодом. И вот этот наш уникальный, очень интересный бренд, он отстраивает Якутию от других дестинаций в сознании потребителя, в сознании туристов. Поэтому, собственно говоря, мы с большим интересом взялись за этот амбициозный проект, поскольку он нам и позволит правильно позиционировать и брендировать территорию. В дальнейшем ее, безусловно, продвигать. Вообще, сам проект, если мы рассматриваем в логике трендов, он очень логично вложится в тренд сториса, строительинга. Опять не очень вовремя, я углубился в эти позиционирования, тренды, бренды. Давайте сразу после рекламы мы еще раз вернемся. Потому что, и более такой подход, человеческий, давайте, реклама. На самом деле, ничего против слова бренд я не имею. Я очень часто оперирую брендами, которые широко известны и так далее. Тем не менее, отслеживают тренды. Но я бы хотел напомнить, что мы все-таки, это один из нас, а один из нас может быть совсем другим. Это может быть Марко, может быть Георгиевич, который... А может быть человек, который живет в той же глубинке Верхоянска, да? Где у него такая лыта, да? Все-таки какова... Мы видим, что, еще раз говорю, позиция Минпреда была такая. Мы 20 лет вкладывали в Аймекон. Не средства только, не только средства. Интеллектуальное тоже, скажем так, потенциал. Мы вместе с Вячеславом Георгиевичем делали Якутия ком, да? Где львиная доля была посвящена Аймекону. И тут появляется альтернативная столица. Вот насчет того, вы не совсем понимаете, почему Верхоянский Аймекон начинают делить. Да потому что Усть-Алданское мясо вкуснее, чем Чуропчинское. Только поэтому, понимаете? Холод Верхоянский, он холоднее, чем Аймеконский. Или там, олени Аймеконского, он оленистее, чем Верхоянский. Да, но они делают это для чего? Не знаю. Чтобы привлечь туристов в свою региону. Да, да, да. Это же развитие экономики. Они хотят привлечь гостей. Ну, правильно. Чтобы они оставили деньги на их территории. Это градообразующее явление. Именно, да. Естественно. Вот давайте, тут очень такой подход такой. Мы все видим бизнес по-якутски, да, когда ставится некий туристский комплект. Он, извиняюсь, не срублен из вот такого вот листовика, да? А по всем канонам современного строительства. А у нас, кстати, из листовика и как бы срублен. Потому как Верхоянск построен в 1838 году. Он старше Санкт-Петербурга на 60 лет, получается. Видите, да? И мы даже работаем с департаментом по охране объектов культурного наследия. Да. Хотим вот эти дома купца Шишлянникова ввести вот этот вот регистр. А, то есть, стоп-стоп-стоп. А Мекон это не только мясо, но еще и мех цены, да? Ну, в смысле, не только холод, но еще и архитектурный этнос и фольклор. У нас очень много, скажем так, интересных моментов, да, которые хотелось бы, конечно, вообще осветить миру. Нет, вот смотрите, я хочу дополнить, да. Те туристы, которые приезжают в Якутию, неважно, там, Верхоянская, Мекон, Тикси, Невингли и так далее. Они хотят, вот они потратили много денег и времени для того, чтобы до нас добраться. Только прилететь в Якутию, да? Да. И они хотят получить информацию по максимуму. Максимально, да. Понимаете? И об истории, и о культуре, и об кухне, и об всяких там способах выживания, природе и т.д. и т.п. И поэтому наша задача как туроператоров, да, дать ему этот объем огромной информации по максимуму. Мы должны программу сделать так, чтобы у него времени отдохнуть не было. Чтобы он смотрел вот это, изучал вот это. Но это же вот их функция. Их функция привлечь сюда туристов, а наша задача уже на месте им. Не, 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 а если туристка, вот как, как он называется? Туристко-информационный центр. О! Мы занимаемся продвижением готовых туристических продуктов. А туристические продукты готовят наши драгоценные туроператоры. Конечно. И вот в этой, кстати, логике история про брендирование, она и была актуальна, о чем я вам говорил. Потому что, вообще, задача бренда в чем? Чтобы облегчить выбор потребителю. Правильно. Поэтому мы... У кого сильнее авторитет, тот и сильнее. Не об авторитете речь. Узнаваемость. 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 И Якутия сегодня имеет все возможности через этот проект занять вот эту нишу. Самой холодной, как вы сказали, столице, не столицу, но ее ни в коем случае нельзя локализовать. Ни в Верхоянске, ни в Аймеконе. Сегодня мы должны в общими усилиями, конечно, в общими усилиями работать над этим. Понятно. То есть, еще одно просто якутское направление занимает, скажем так, недостающее место в той же нише, которую занимает Аймекон. Просто. Ну, не Сингапур же вылезает сюда, с его искусственным там криоцентром, где минус 60 достигли, да? А почему нельзя позиционировать и Аймекон, и Тикси? Да мы позиционировать холод должны. Холод. Вот холод именно. На северных регионах, по-всякому, уже и тут Верхоянский разный быт и уклад жизни. Конечно. В Аймеконе тоже. Соответственно, можно вот туроператорный, например, 3-4 точки поставить, и куда они поедут. Сейчас же команды будут разделяться, соответственно, еще направляться по разным районам. Команды будут направляться. И в 60 градусов, например, они будут в палатках жить. То есть мы... Стоп, стоп. 60 градусов в палатках? Да. В этом-то вся фишка. Вот что самое интересное. В начале с марта, именно экстремальный туризм будет преимущественно к этому покорителю, к проекту покорителя холода относиться. Не простой туризм, который в апреле намечается, а именно в тот самый холодный период, это конец января и начало февраля. Вот эти 40 дней будут люди ходить, рыжать, скажем, да, и искать самую холодную туризму. Ну, не 40 дней, конечно, говорил. Это будет всего лишь максимум, я думаю, 2 недели. Это будет середина января, в течение 2 недель люди будут в полевых условиях, именно в палатке, да. 2 недели это... Быть за пределами населенного пункта, чтобы не влияли температурные всякие эти вещи, да. А никто там не окочурится, да? Никто не окочурится. И я хочу сказать, что исследования будут проводиться в нескольких точках, сначала в Верхоянском и Миконском районе, а потом ареал исследований будет расширяться. И примерная площадь исследований, которую мы будем привлекать, это до миллиона квадратных километров. И когда я эти цифры озвучивал и в Российском, в Русском географическом обществе, и в Министерстве природы, вот где я недавно вернулся, да, люди просто вот от масштаба вот этих исследований просто, так сказать, входили в ступор. В Якутии это такие масштабы. И мы продвигаем именно Якутию. Ведь сравните, вот смотрите, вот Наталья меня поддерживает, да, что когда мы начинаем в поисковых системах вводить Сибири и Якутия, цифры просто несопоставимы. Сибири это десятки миллионов запросов, а Якутия в сотни раз меньше. Якутию не знает никто, понимаете? А что Якутия это самый холодный регион на планете, вообще никто не знает, только исключительно истремал. И наша задача, чтобы у населения планеты сформировалась только Якутия, о, это там, где холодный, чтобы они Якутию узнали, понимаете, просто Якутия. Так что в этом ракурсе распозиционирование, конечно. Так что Верхоянск в этом ракурсе просто начинает. Да, да, он просто в этой струе, в мейнстриме, так сказать, идет. Начинает покорить Якутию. Насчет жилья в палатках и так далее, все-таки, я помню, лет 10 тому назад приезжала съемочная группа ЦДФ. Они делали фильм о дальнобойщиках с Нерлингри до Зырянки, помните? Да, да, было. Когда ЦДФ-овская группа была, я одну из веток делал. Делал веломаршрут с Хандеги до Аймекона. И там были вот как раз местные ребята, которые закутавшись в оленье шкуры ночевали в снегу и так далее. У немцев был шок. Да, то есть они в самодельном чуме жили, спали в снегу и так далее. Если практиковать такие вещи, то, в принципе, это очень сильно. Да. И сколько вложений материального обеспечения вот этого последует. Там же непростые люди приезжают. Клубы по всему миру экстремальные, которые имеют участников. То есть человек, который получит этот титул, он может им гордиться на самом деле. А для них эта точка еще не раскрыта. Якутия. На Эвересте какая? Минус 41. Минус 41. То есть они могут еще и тренировки ради, скажем так, высотников-то тоже исключение. Пожалуйста, на киселях. Этот проект на самом деле очень многогранный. Там уже очень много можно ответвлений делать, да, именно с исследованиями и влиянием низких температур. Очень много можно сделать. Почему бы там не устроить соревнования спецсил вооруженных стран этих самых со всего мира? То есть какая из спецназа выживет в таких условиях? Спецназ России или спецназ США, допустим. Другие какие-то направления. Те же самые принципы, да, исследования самых низких температур можно проводить где угодно. На Аляске, на Канаде. Соревнуйтесь, ищите там самую низкую температуру. То есть его расширять и форматировать можно как угодно. Он очень такой многогранный проект. Но северо-западная территория-то тоже не теплая самая местная. Ну там 47, 48, там градусов было зафиксировано. Но опять же это же в тех местах, где велись на метеонаблюдение. А если по нашему принципу исходить, чтобы поймать низкую температуру, можно там и другие точки найти, и другие температуры. Вот в чем принцип. А не боитесь того, что идею ведут? Ну, надеюсь, я все-таки за... Более подготовленные и прочие кадры, которые закончили всякие Принстоны и прочие... Запросто могут. Могут же. Если мы, так сказать, протележимся, грубо говоря, да, не успеем, так сказать, когда мы уже сказали об этом, надо быстрее форсировать сейчас продвижение этого проекта и застолбить. И фиксировать, да. Да, потому что если мы будем долго запрягать и там через 3-4 года только выстрелим, то вполне возможно, что увидят. Мир большой, да. Но смотрите, но самую холодную территорию-то никто не отменял, это Якутия. Вы хоть там напрягитесь, там в северо-западных территориях, хоть на Аляску, они там не поймают, потому что там физически там температуру-то не поймают. Ее можем поймать только здесь, в Якутии. Вот в чем вся фишка. Или в Гренландии? В Гренландии нет. Нет, потому что есть космические наблюдения, которые подтверждают, что все-таки самый холодный регион в Якутии. Окей. В этой связи хотелось бы вспомнить еще одну, да, еще раз. Брэнда. У нас... Вот Якутия позиционируется как земля Лонхо. Марк, ты знаешь, что Лонхо? Лонхо? Лонхо. Лонхо. Да. Зарплату здесь получает Якутианин же, Якутианин. Да. И он просто слышал, что есть Лонхо. А у нас слоган региона называется «Земля Лонхо». Давным-давно я предлагаю, нужно слоган делать, вот «Страна восходящего солнца». Категории, которая знакома с ним. Все знают солнце, все знают, что такое восход солнца и так далее. Или там «Страна утренней свежести». Располним этот прогресс. Корея, да. Корея, да. Страна кленового листа. Канада. Совершенно верно, да. Земля, согретая снегами. Вот, что я предлагал 10 лет назад. Я предлагал. Круто. Согретая снегами. Тепло есть души. Поэтично. Поэтично. В человеческих душах, да. Тепло есть то, что здесь живут люди. Живут, работают. Жить же невозможно без тепла. Несмотря на... Но и при этом она навалена вот таким, вот такой толще снега, да. То есть, неимоверно жуткий холод. Красно. Ну вот, Наталья же, и говоришь, надо с холодом связывать бренд. Нет, вообще начнем с того, что у Якутии должен быть единый бренд. У нас на самом деле такой целый набор этих брендов. И Лонхо, и Аймекон. И Алмазы. И Алмазы, и Бриллианты, и Мамонты. Что там у нас еще? Очень большой набор, которые на самом деле ассоциации у российских туристов или у иностранных туристов вызывать не могут. А я еще раз говорю, что задача брендирования, это обеспечить и облегчить выбор в нашу пользу. Вот мы сейчас занимаемся конкретно с Министерством предпринимательства торговли и развития туризма разработкой концепции единого бренда. И мы сейчас исходим из трех ключевых линий. Во-первых, Якутия – это холод. Во-вторых, Якутия – это традиции и культура. И в-третьих, Якутия – это природные достопримечательности и, скажем так, вот эта волшебная природная энергетика, сила, которая дает возможности людям выживать в этих суровых условиях. Реклама прямо сейчас, опять же, на словах Натальи Тюкавиной. Реклама. Жить без ее не может. Как бы мы ни спорили по поводу бренда, но все-таки это понятие-то очень хорошее, универсальное, на самом деле. Вот те вещи, которые мы обсуждали, режиссер только что сказал, что я сижу как Алан Хасут, вот покажи, пожалуйста. Да. И Наталья Тюкавина тоже самое сидела. Но товарищи-то, они замахнулись на святое, на бебелькян с пятью коровами. Почему замахнулись? Оно так и стоит, это дело. Доказать надо доказать. Алан Хо, кстати, у нас тоже есть Верхоянская Алан Хо. Да, и Дарья Чайка Томская, которая вот носительница была последней, да, Ксана Верхоянская. И я еще добавлю, Верхоянская это еще родина якутской коровы. Да. Это родина якутской лошади, которые настоящие, не такие крупные, как покровцы. Они малорослые, они шерстистые, скажем так. И жирность молока, конечно, зашкаливает. О, я же говорил, у Солданска мясо вкуснее, чем Чайка Томская. Вот жирность молока Верхоянской коровы, она больше. На самом деле, Диана же занималась якутской коровой, супруга Чайка Томская. Очень большие фундаментальные исследования были по поводу... На самом деле, даже вот это, вот приехал же человек заниматься животноводством. Ну, в смысле, свободное, пускай время, основная профессия у него учитель. Но в быту и так далее, вы же ухаживаете за лошадью, за лошадьми и так далее. Да, интересно. Нормально, нравится? Конечно, очень интересно увидеть на две радости. Марку мы показали, кстати, да, вот мы ходили в загоны, где лошади, вот он сказал, да, увидел, что какие-то они слишком волосистые покров у нее. Ну, там реально там стоит лошадка, почти что пони, круглая и очень-очень волосатая. Бочка вот на таких столбах, да, получается? Совсем другая порода и другая, да. Маленькая чуть-чуть. Маленькая, хвостая. А корова такая же, она тоже волосатая и маленькая. Ну, корова. Ну, бук мы видели, они там еще соревновали. Да, они соревнования делали, были, участвовали в гонке на буках. Бычья бега были. Это было очень весело. Бычья бега были? Да. В первый раз видели. Это очень, оказывается. Товарищи верховянцы, вы что там организовали? Мы там много чего организовали. Совсем приятелком подходили. И гастрофестиваль был, и что еще у нас было? Сюгла почти. И фестиваль национальной одежды. Вот. Конкурс красоты был. По науке. За Шиверск у нас где-то ближе. Нет, нет, за Шиверск же в другом районе совсем. В другой районе. Это Момский, по-моему. Наш верховянц сам полон всяких. Верховянц сам же он по острожному типу был. Конечно, Костик Иванов. Несачный острог, да, который... А остатки там остались? Увы, там половодье всегда как-то... Все вымывает. Дело вымывало и... Но дома, которые построили еще тогда-тогда, они стоят до сих пор, функционируют вот эти вот дома. Почему бы не заняться наводилами и построить фрагмент того же острога и еще? Естественно, мы подумываем об этом. Администрация Верховянского района будет разрабатывать выезды... У нас очень много проектов, на самом деле. ...выезде научного исследования и культурного зодчества, восстановления культурного зодчества. Вот как говорила Елизавета, это будет уже на функции республиканского сообщества. Что-то курироваться будет. Поэтому проекты есть большие, да? Которые будут курироваться по республике. И благодаря проекту еще покорить реку, это еще будет реализовываться. Кому-нибудь помочь нам с организацией там мемориальной доски. У нас же был... Жил в городе Верхоянске Алексей Алексеевич Кулаковский. Сам был, жил у нас. Ага, был комиссаром. И мы хотели бы установить на доме, где он жил. Представляете, этот дом есть, он стоит. Мы хотели бы повесить мемориальную доску. Вот. И хотим привлечь внимание общественности к тому, чтобы как-то с этим делом помочь нам. Увековечить культурное наследие. Да, мы хотим, чтобы наш великий гуманист, наш национальный лидер, который был у нас, жил у нас, был у нас увековечен в Верхоянске. Вот. Вот один из самых. Вот эта вот позиция, Елизавета, на самом деле, чтобы помогли и так далее. Не, ну я просто... Это ошибочно. Это ошибочно. Я на правах обозревателей, на правах хозяина студии хочу сказать. Не надо ждать чего-нибудь. А, не, не, не. Мы, конечно, делаем движение. Просто я хочу обратить внимание, может быть, наших земляков, может быть, людей, которые заинтересованы. Да, об этом стоит говорить, потому что вот я сам, если честно, уроженец, да, Верхоянска, недавно узнал о таком историческом факте, что, соответственно, меня вызвало дикий восторг и эйфорию. А мы еще много не говорили. И главная работа в этом направлении идет. У нас и брендель был, и колчак был. На самом деле у нас копните. Оказывается, да, у нас история очень богатая. Очень богатая история у нас. Как обычный житель, я вот об этом могу заявить, что я, честно, сам не знал. Половины дела не раскрыты. Ландшафты есть, культурные наследия есть. Огромные. Природные достопримечательности выше крыши. Выше крыши. Да еще я про этот ландшафт. Метеорологические условия есть. Да. Доступность. С транспортным, с самолетом. Насчет доступности, да, вот тут есть проблематика с этим в открытую, если говорить. Да, есть, мы тут проигрываем по дорожному какому-то, да, доступу. Только по зиме, да? По зимнику можно. Две с половиной, три суток до нас добираться и на самолете часа полтора, час сорок. Нет, ну вот давайте смотреть, что не все туристы готовы ехать там несколько дней на машине. Они могут спокойнее на самолете прилететь. А транспортная доступность самолетам там намного лучше, чем до Эмикона, правильно? Потому что в Эмикон у нас самолеты летают только в летний период, субсидированные рейсы, да? А зимой-то никто же не летает, только на машине можно. Смежный вопрос. Те же Пилатусы и прочие ССНы могли бы здесь очень хорошим подспорьем. Да, малая авиация, конечно, была бы большим подспорьем. Которые сейчас активно будут продвигать. Ну надеемся. Ну и будут. Они летают. Они летают. Они летают в частном порядке. Еще раз говорю, участники готовы перевозить. Если им разрешат. Им просто не дают разрешения осуществлять пассажирские перевозки. Остается летать вот на Ан-24, который доживает свой век, на который иногда просто страшно подниматься. Да, точно. Есть такое? Есть такое. Централизовать это дело авиаперевозок, это нужно? Ну вот скажем, транспортная доступность по авиации намного лучше, чем в Аймеконе. Потому что в Батагай летают, по-моему, 5 или 6 рейсов. День-2 рейса. Все рабочие. Да, все рабочие дни. Порядка 10 рейсов. Грубо говоря, да? Они, я прав или нет, что они оплошали, упустив Дудя, который пошел в сторону Аймекона? Товарищ Дудь еще и погубает. Мы его про него даже не знаем. Знаете, в Якутии мало кто знал, что Дудь приехал. Это же неофициальная какая-то вещь. Да, это... Но он с Магадана заходил. Поэтому, если бы была какая-то возможность, думаю, я бы не упустил. И коллеги согласятся, что мы где-то бы... Перехватились бы и поговорили бы. Урегулировали. В этом отношении опыт наших видеоблогеров, того же Марка, да? Того же Эркина, который очень интересные вещи, кстати, делает. Мне понравился его блог, вот эта Якутия ремесленная. О том, что человек вообще приехал с Питера и работает здесь. И очень интересно обо всем рассказывает. В принципе, еще раз говорю, какие-то нестандартные методы, а не сидеть, ждать, пока построят объект туристский, пока мы не выделим там... Какие-то средства, научно-методические рекомендации. Да, надо делать. Один из способов продвижения нашего проекта, мы как раз и хотим блогеров задействовать. Чтобы кто-то из блогеров испытал себя именно в этой экспедиции, понимаете? И мог с гордостью сказать, что он покоритель холода. И администрация нашего улуса, конечно. В будущем, например, если бы наш друг и ваш коллега Руслан Ачиров, например, к этому примкнул бы. Он же у нас экстремальным видом спорта занимается. Если бы он даже поехал и поучаствовал в этом, в освещении, думаю, ему бы понравилось. С Томом Харди? А? С Томом Харди. Да, хоть с кем, но вот Руслана я бы там увидел. Очень хотел бы его видеть. А почему? На самом деле весь мир большая деревня. Факт присутствия Марка здесь, это доказывает. Якутянин. Весь мир большая деревня. То есть выйти на кого-то уровне, скажем так, того же Тома Харди, сейчас никаких. Вопрос ли в том, согласится он или нет? Вызовет это у него интерес или нет? То есть если прогадать в сети... Харди в Амиконе был, а у нас, надеюсь, побывает тоже. Ну и сейчас и блогеры на меня выходят, друзья мои, в июле, например, какие-то будут проекты у нас. Мы вообще хотим проект сейчас анонсировать, то что... Дима, знаешь, что я инвалид, и я хочу еще ребят с инвалидностью четырех-пятерых взять и забраться на гору... Это не опасно, Агоня. На гору киселях. Это опасно, но, соответственно, мы будем это все под медикаментозным каким-то сопровождением. Мы хотим посетить наш вот этот выезд именно поколителям холода, потому что такой проект нужен, необходим Якутии. И мы таким способом хотим поддержать. Получится у нас взять с собой режиссера-блогера или же кого-то еще из девушек, наверное, блогера, да, и широко это осетить. Соответственно, тут еще и мотивация для инвалидов будет, соответственно, и в мире инвалидов какой-то такой прогресс будет. Я представляю фитоняшку в киселях. Я думаю, киселях чуть-чуть. Матс Миккельсен обратился к одной из сестер вот этих обычских-то девочек. Да, понял, понял. Не обычских, а аннабарских, да. Аннабарских, которая потерялась, киселях, туприны. Да, туприны. Матс Миккельсен, то есть фильм у него выходил, который назывался «Мирон прокате Арктика». У нас он назывался почему-то замерзший или что-то. Затерянный в снегах. Да. Наталья права, надо ловить вот эти тренды и ловить тренды и охотиться не только за низкими температурами, но и за высокими температурами в плане вот этих трендов. Еще раз, джунгли надоели. Не в обиду. Не в обиду. Не в обиду. Индия уже не привлекает там юго-восточные и так далее. А вот эти лендроверовские гонки, они перемещаются из джунглей в снега. Сейчас вот. Да, сейчас. А я еще дополню одну информацию. Дело в том, что по данным метеорологов, да, у нас каждым годом идет потепление. И люди, которые поймали температуру, скажем, в 20-м году низкую, не факт, что такая же температура будет поймана в 21-м году. Да. Понимаете? То есть человек, который зафиксировал глобальное потепление, он может быть вообще последним человеком в истории, кто эту температуру поймал. Отлично. Дошли до глобального потепления, не надо ничего ждать, не надо никого ждать, не ждать чьих-либо денег. Надо делать самому. Иначе глобальное потепление уничтожит все. В смысле, надежду стать покорителем холода. Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...